всем привет я валентин логинов я представляю компанию mts cloud и сегодня я расскажу о том какое решение мы реализовали на территории россии совместно с компанией с microsoft и наверное начну с того что с продолжения ответа на предыдущий на вопрос да то есть что касается полу локализации данных я к нему вернусь давайте наверное я начну с нашей с компанией да то есть мы являемся я с провайдером и входим авто в первую второй кунаву территория россии мы наша компания там является мультиоблачным провайдером и одно из наших решений это microsoft и жесток что такое microsoft и жесток это решение которое реализовала компания microsoft для тех стран где отсутствует собственной отсюда для того чтобы на компании могли локализовать данные и не нарушать каких-либо государственных законодательств да то есть и перестепенная цель его это вот именно как сделать ближе сервисы к пользователям с локализации данных в той стране где где находятся данные пользователи и так я начну что в настоящий момент там microsoft rust развивается можно сказать ежекватально в нем появляются каждый квартал примерно новые сервисы на сегодняшний день их 15 плюс это основные сервисы да то есть который там выключая все в себя такие такие сервисы как дата как компьютер как security storage аккаунт интернет of things и и analytics да то есть я далее я более подробно там расскажу про сервису да то есть в компьютер в себя в себя включает я сюда то есть это виртуальная машина там серии а д и f делаю если вы знакомы с глобальным и жиров бы тогда вы должны познать вот эти тайпы это об сервисе и и и и фанкшен вот что как касается виртуальных машин в основном очень много там заказчиков как российских как и и зарубежных в основном использую там виртуальные машины где развивать где разворачивать те либо единые приложения далее это у нас идет сторож аккаунт это блок сторож это куарс это тейбл сторож им менедж и он менедж диск да то есть а для хранения там данных ну вот 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 например а есть мировая компания там когда там которая там работает в разных странах и ей необходимо решить там задачу с локализации данных например на территории россии да то есть и решение росток в полностью этому соответствует и тем более росток это некая отдельная отдельная инсталляция да то есть я который в случае если не будет то связи с внешним миром например там с за рубежом то все сервисы запущенные на росток будут работать это как бы одно из тоже и здесь главных из преимуществ да также есть от такие сервисы как и волто для хранения ключей сикл and the service да то есть мы наверно одни из первых а кто предоставляем данный сервис а по сервисным модели с оплатой за использование по часам то есть а пом модели по эзигал далее это контейнер с дату сейчас очень много организации и компания там переходит на контейнеры и их там использую для своих для для приложений далее это у нас здесь здесь написано given hub а вон ну боже у нас там доступен для коммерции и интернет of things это тот сервис а который находится в в настоящий момент на закрытом на тестирование и будет я думаю что там доступен а буквально через один-два месяца наше решение эжу стек находится как я сказал на вот территории россии в нашем соде да то есть на сегодняшний день это там одет там один сот через один квартал будет реализовано решение с disaster recovery то есть будет построена новая там дисталляция в другой в наши в локации вот соде у уровня tier 3 да то есть из в соответствии со всеми стандартами я также я и я хотел я добавить что наше там решение она полностью соответствует а по законодательству да то есть это полу по закону 242 где говорится что необходимо делать первичную обработку и первичных хранение копии на территории россии в нашем в портфеле заказчиков это в основном международная компания который имеет бизнес на территории россии и которые и которым нужно локализовать данные и быть ближе к пользователям на территории юге россии рюстек очень хорошо имеет связанность с глобальным с эжером да то есть это происходит если там заказчикам нужно это то есть они это делают там самому вам постоятельно с помощью встроенных инструментов в эжуста вот так же хочу добавить что мы мы являемся первой компании которой я реализовала данное решение на территории россии по сервисной модели на то есть оплаты по модели pay as you go вот это наверное все такое общее что я и я я хотел сказать да то есть данное там решение как я повторюсь его можно его можно применять в различных областях да то есть мы работаем как с онлайн нас там с заказчиками там который там изучает свои там баллайс сервисы например работаем с нефтегазовыми с отраслями да там когда там которые там имеют очень чувствительные требования к данным и к локализации там данных навыки на территории россии также как и с научными с исследовательскими с компаниями наш портфель очень разнообразен поэтому если у вас возникнут какие-либо вопросы связаны с работами сервисами microsoft и же и вам необходимо будет локализовать их на территории россии мы с радостью вам поможем расскажем и покажем как это работает наверное из моего спича я все и готов ответить на ваш на вопросы коллеги да прошу задать вопросы пишите пожалуйста в чат у нас был вопрос предыдущему спикеру к сожалению который мы не успели ответить он звучал как как провести идею о необходимости цифровой трансформации руководство если ты не лицо принимающее решение вопрос наверное это такой общий и базовый да то есть в чем отличие вам премис решения с облаком да то есть это его основная ценность заключается в том что ваш бизнес может расти с помощью мгновенного авто скейлинга то есть если вам необходимо для вашей там для организации вы понимаете что в тот период времени вам нужно будет очень быстро там дорастить ресурсы и и также быстро их выключить этого это вот как раз облако здесь все идет о необходимости бизнеса и потребности бизнеса то есть там насколько он может быть там динамичен и нужна ли это там динамика для бизнеса это наверное вот основное основное преимущество самое главное да то есть мы там не берем там перевод там затрат в опекса не берем там освобождение там там найти команды для выполнения там единых там задач именно здесь именно идет то что авто скейлинг и вы можете очень быстро нарастить там ресурсы и не потерять свою аудиторию это наверное вот одно из главных из преимуществ спасибо за ответ а еще вопрос с чего начать интеграцию в облако с нуля с чего начать интеграцию облака с нуля ну наверное определить написать техническое задание и понять что вам нужно будет в ближайшее время и вот исходя из своих из потребностей и желаний двигаться дальше как только вы напишите что вы хотите я думаю что все все остальное уже постепенно вам придет если нужно будет какая-то помощь да как наших там специалистов из нашей там есть компании я также думаю что компания там microsoft дает очень хорошие рекомендации и помогает там заказчикам определиться с тем что нужно но вот педровый шаг определить что вы хотите получить в будущем еще такой вопрос слушателя кого нужно собрать из команды для обсуждения этих потребностей для начала бизнес цели все идет кто здесь нужно понять кто является в вашем там там заказчиком то есть там внутри там заказчик вы либо там заказчика бизнес либо там заказчики является как айти отдел и вот где сходить и диспо желание там заказчиков и диспо понимание по возможности да то есть каким там образом вы можете быть там гибкими как в деньгах либо там в едином и вот верно так алексей спрашивает возможно ли шифрование информации которая расположена в облаке если мы говорим про microsoft azure stack и также про microsoft azure да конечно там являются есть стандартные там и инструмента для шифрования да то есть если вам нужно там идиное то всегда есть marketplace где представлены там различные решения скажем так называемых этих сторон с помощью которых вы можете вызов вы закрыть свои потребности если мы говорим про шифрование там данных там передачу данных то это уже там стоит использование различных там средств которые существуют и вот аттестованы например в нашей стране вот есть еще вопрос о слушателей если у вас какой-то опыт грабель на который вы наступали при использовании облачных инструментов о которых вы можете предостеречь тех кто еще в начале процесса интеграции путь он всегда имеет не бывает там гладким всегда какие то есть там что там шероховатости предостеречь ну наверное я присоединюсь к словам предыдущего спикера выбирайте партнеров с которым можно решить и оперативно по взаимодействовать да то есть сейчас очень много там компания то есть и вот как мы да то есть мы представляем мы то есть некий такой даем мы консалтинг с помощью кадаторов там обговариваем то либо единое действие и здесь также нужно там где сходить из безопасности из надежности содов из надежности из партнеров да вот вот когда с которыми вот вы работаете и также подумать о про ваше решение насколько но чувствительно будет и насколько много людей там захотят к нему прикоснуться без вашего ведома без ваших действий оценивать именно что вы хотите дать и насколько это будет скажем так как правильно сказать sensitive не могу сказать нужно слово но вот здесь нужно вот все там исходить из того что вы хотите да то есть вы приложение там например там разворачиваете в облаке для для лишних нужд чтобы вы вы закрываете у его от внешнего то мира да то есть либо вы даете в приложении для внешнего для мира да то есть там необходимо там понимать как его там 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 защитить инструментами на на уровне там на сети на уровне на приложение и на уровне в то тому же самой там там и там и евро и евро и евро структуры да то есть на уровне там vm а я надеюсь что я ответил на ваш вопрос если еще будут то присылайте на контакты которые можете предоставить наш модератор алексей еще спрашивает какой уровень бесперебойной работы облака возможно ли форс-мажоры форс-мажоры всегда возможно этого никто не исключает да то есть в то же время мы со своей стороны мы предоставляем по доступности 99.95 мы несем полную ответственность да то есть за эту за доступность это у нас а прописано в каждом в документах и для форса для мажоров есть различные там инструментами типа дизастер там recovery backup вашего приложения либо единое если нужно кастомизированное облачное решение или сервис то с чего начать кастомизированное решение тут очень очень широкий спектр очень большой там вопрос я начать курс то с того что описать а техническое задание что вам необходимо определить каким образом вам необходимо чтобы это было вот реализовано до чтобы это будет там маги и там гибрид там облака с он премьер решения там например если там таковое там имеется то необходимо сделать например средства там защиты передачи данных то есть там через сеть интернет либо по канальной части там право строение l2 либо s2 на там например здесь все все необходимое то начинает да то есть именно с ваших с ваших с желаний что вам нужно и далее по пунктам бюджета вести там коммуникацию каким образом это можно реализовать а кейсов по кастомым по продуктам очень много сейчас даже на ум к сожалению такое прям большое я в замечательстве что-то вот там сказать но кастом их разрешением много и они все решаемы все обговаривается да то есть всегда есть возможность там привлечь там различных там специалистов ну вот например я говорю сейчас про нашу про компанию да то есть у нас и и мы можем как сделать и по профессионал сервис мы оказываем и как менеджер сервис тоже мы оказываем валентин благодарю вас за интересное выступление ольга и вам тоже спасибо всем спасибо всем хорошего дня пока пока а а